Развлечение или искусство. Фотографы, энтузиасты ретроспотинга собрались сейчас в аэропорту Домодедово. Они делают там снимки воздушной гавани с помощью старинной фототехники. А за их работой наблюдает наш корреспондент Лилия Шарафуддинова. Она уже присоединяется к нашему эфиру. Лилия, здравствуй. Современные лайнеры не превратились в аэропланах на этих старых фотографиях. Приветствую тебя, Оля. Ну, знаешь, все выглядит, в принципе, как обычно. Самолеты, как и прежде, были современные, красивые. Такие они будут и на фотографиях наших фотографов ретроспотингов. Ну, вот прежде чем познакомиться с фотографами, расскажу немножко о правилах работы на вот этой локации. Так как мы находимся на взлетно-посадочной полосе, то вынуждены все быть вот в таких вот зелененьких жилетках, чтобы были мы заметны здесь, и ничего страшного не случилось. Плюс у каждого есть такая вот бирочка, бейджер с именем, фамилией и отчеством. Это одноразовый пропуск, который позволяет прямо сегодня здесь находиться и работать и нам, и фотографам. Теперь познакомлюсь вас с ними. Здесь примерно 10 человек. Это профессиональные фотографы с оборудованием различных лет, начиная от современных зеркальных камер до вот таких вот фотоаппаратов середины 19 века. Предлагаю познакомиться с хозяином этого фотоаппарата, это вот Артемий. Сейчас мы доберемся до него. Здравствуйте. Вот прямо сейчас творится магия. Артемий проявляет фотографию. Расскажите нам, что происходит. Вот я сейчас снял пластинку, проэкспонировал, проявил. Сейчас у нас процесс фиксации. Мы видим, как она превращается из негатива в позитив. Сейчас буквально вот. Это сколько времени на это понадобилось? Ну, один кадр на этой технологии делается в течение 15 минут. Как бы и то, если ты как бы уже умеешь. То есть можно и дольше. То есть тут же я пластинки делаю тут же. Тут же надо снять и проявить. Технология не предусматривает хранение. То есть поэтому вот как бы уже готовый кадр. Тут у нас уже проявляется самолет, который прям буквально находится за нашими спинами. Сейчас видно, что пассажиры выходят. Да, более того, я хотел снимать другой кадр, но подъехал в самолет и встал прямо перед камерой. Поэтому... А немножко расскажите, что здесь нужно? Вот просмотрю, бутыльков много. Здесь что? Вода, спирт, не знаю. Спирт для разбавления. Так, серебро. Здесь оно служит для как фоточувственного серебра. Значит, стекла. Вот коробка со стеклами. Вон одно стекло стоит, его видно. Да-да-да-да-да-да-да. Давайте я вам подемонстрирую. Это просто у меня не очень удачная. Вот эта вот субстанция, она... А фотография появляется в самом обычном стекле? Да, то есть я стекло поливаю специальным раствором, колодья, который потом погружаю в раствор серебра, нитрата серебра. Получается обычная как бы фотопластина, но мокрая. Ее нужно проэкспонировать и... Во все тяжкие фотографии. А? Во все тяжкие фотографии. Ну да, ее надо проэкспонировать и проявить, пока она не засохла. Хорошо. Уже видно, прямо вот сейчас попрошу показать оператора, фотография вот прям практически, мне кажется, уже готовая. Да, видим самолет. Но на самом деле это негатив. Сейчас я вам покажу небольшой фокус. А это уже... Это негатив, просто он белый. И на фоне черной подложки он выглядит как фотография. Артем, если можно, покажите немножко оборудование свое. Как это происходит? Фотография, как вы накрываетесь с помощью ткани, что вообще здесь нужно сделать? Немножко посмотрим. Такая она вот громоздкая техника ваша. Значит, смотрите, вот эта камера... Ой, дай мне, пожалуйста, нафига. Спасибо. Так... Без ткани магии не произойдет. Если не думать, что-то не произойдет. Нет, на самом деле все видно. Вы можете попробовать снять, если ветер нам не помешает. Так. Видно, как будто тот самый самолет, который я только что снимал. Да, только он цветной здесь. Да, он здесь цветной и вверх ногами. Что же вы делаете, чтобы эта фотография получилась? На самом деле это пустая коробка, это камера обскура. Там ничего нет внутри. Вот, чтобы фотография получилась, я заменяю вот это матовое стекло на... Выберемся отсюда? Да, на кассету с фотопластиной. Вот такой вопрос. Вот, потому что это все сложности. Я понимаю, что мне придется еще отдельно вас расспросить, чтобы все понять. Да, да. Сколько лет вот вашему оборудованию? Как это хорошо сохранилось? Ну, все по-разному. Это фотоаппарат, годов 60-х. Это студийная камера. Я оторвал ее от штатива, от студийного, и ношу с собой. Она мне попалась в плохом состоянии. Просто поделюсь секретом. Артемий пришел просто с множеством чемоданов сюда, единственный остальные, немножко поменьше набор сумок. Ну, больше всего, но я как бы взял не все. Я взял по минимуму с собой. Ладно, удачи вам. Посмотрим еще, кто здесь у нас. Спасибо. Таким оборудованием, мы немножко пройдем вдоль остальных фотографов. Видно, что у всех очень много сумок, чемоданов с оборудованием. Сейчас мы проберемся, тут у нас еще есть Григорий. Так, Григорий, здравствуйте. Покажите даже, что у вас имеется с собой. Ну, вот мы идем туда, собственно, к камере. Покажите, что это за техника? Это камера Мамия, она среднеформатная. У нее формат кадра 6х7. Профессионалам, что же это за Мамия, что она, какой эффект дает, какие фотографии? Ну, грубо говоря, это японский аналог известного Хатик Влада. Так как Хатик Влад является довольно дорогой игрушкой, в Японии сделали, ну, довольно такую хорошую камеру, отличную. Естественно, что бюджетнее. Ну, она бюджетнее, да, но на мой взгляд, мне было довольно с ней приятно работать. Спасибо вам. Ну что ж, мы продолжим еще смотреть на фотограф, как они работают, потому что выглядят очень интересные эффекты. Особенно вот проявки таких фотографий, которые сделаны на стекло. Коллеги, вам слово. Да, Лилия, спасибо тебе. Действительно, интересная экскурсия. Это была наш корреспондент Лилия Шерфудзинова. Ну, а вы не переключайтесь, мы ведь скоро продолжим. Впереди небольшая рекламная пауза. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!